МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На ваших экранах программа Калейдоскоп и мы, ее ведущие, Ирина Ковалева и Марина Комиссарова. В ближайшие 15 минут мы расскажем вам о самых интересных событиях, которые произошли в нашем городе за минувшую неделю. И начнем мы с удивительной выставки, которая открылась в Рязанском художественном музее. На сей раз в нем представлены работы из Дома русского зарубежья. Настоящим ценителям искусства невероятно повезло. Не каждый день в Рязани можно увидеть часть живописной коллекции Дома русского зарубежья. Однако теперь есть возможность сделать это в Рязанском художественном музее, где открылась выставка под названием «Новый свет». 70 произведений живописи и графики 17 художников русской диаспоры в США впервые экспонируются вне столицы. И не случайно для демонстрации этих работ был выбран именно наш город. Дело в том, что Дом русского зарубежья носит имя Сложеницына. Все вы прекрасно знаете, что и жизнь, и деятельность Сложеницына напрямую связаны с историей вашего города. И не случайно в Рязани открывается эта выставка. И не случайно центральная картина – это портрет Александра Исаевича Сложеницына, потрясающего русского художника Евгения Евгеньевича Климова. На этой выставке организаторы постарались создать образ такого пестрого и противоречивого явления, как художественная эмиграция, познакомить публику с малоизвестными в России именами. Ведь авторы этих картин в большинстве своем – эмигранты второй волны, о которой в нынешней России известно гораздо меньше, чем о тех, кто покинул страну сразу после революции 1917 года. Это люди, пережившие оккупацию, плен и в итоге оказавшиеся оторванными от Родины. Сегодня они живут за океаном, но считают себя большими патриотами России, чем те, кто постоянно проживает на ее территории. Среди истинных патриотов – Вероника Гашурова, которая прилетела в Россию из Нью-Йорка специально на открытии этой выставки. Она является художником не только по картинам, но и по открыткам. И во всех ее произведениях можно увидеть русскую душу. Сама про себя Вероника говорит, что она находится в постоянном поиске тем, и поиске стиля. Здесь, в Рязани, представлены несколько ее работ, выполненных в разные годы. В них можно увидеть и осколки разрушенных когда-то в России храмов, и зарисовки Нью-Йорка, и абстрактные полотна. Однако для Вероники, как и для любого русского художника, важно содержание картины. Первая там картина, или последняя, смотря как смотреть на нее, это 20-е столетие. И я хотела показать в этом, что человек, он может быть святым, а может быть и воплощением зла. И полуним, а рука у него, и тень его, это просто как кохти. На выставке можно увидеть работы совершенно разные по своим художественным направлениям. Это и абстрактные полотна, и вполне понятные нам сюжетные картины, и даже иконы. Но все они объединены русской душой их авторов, и в них иногда явно видны отголоски русской жизни. Как, например, в городских зарисовках Сергея Галербаха. Такие странные люди. В свое время поэт Иван Гелагин писал что-то там такое. «Всегда будут жить уроды галербаховской породы». Это без обид было написано, это стихотворение, потому что все время какой-то изъян в этих фигурах. Это такие зарисовки нью-йоркских улиц. Но в этих зарисовках совершенно четко просматривается тема Достоевского. Бедных людей, униженных, оскорбленных. Название этой выставки «Новый свет» символизирует не столько Америку, сколько то новое, что дают нам художники, почерпнувшие историю двух культур. То есть тут какого художника не затронь, мы понимаем, что да, они живут в Америке или жили уже в Америке, но они все русские по своей сущности. Чтобы творчество их понять, оценить, это очень важно. Это важно и моим коллегам-музеологам, это важно и специалистам-искусствоведам. И мне кажется, это очень интересно будет для той публики, которая придет в стены вашего Рязанского художественного музея. Познакомиться с творчеством русских американцев можете и вы. Выставка «Новый свет» будет работать в Рязанском художественном музее до 5 мая. В Рязанском Кремле все желающие могут познакомиться с культурой русского севера. Выставка «Тепло женской души» была открыта в преддверии 8 марта, но я думаю, что и после завершения празднования этого дня многим рязанцам будет интересно познакомиться с ее удивительными экспонатами. Окунуться в атмосферу северной самобытной культуры, познакомиться с особенностями костюма и ремесел жителей Архангельской земли сегодня можно в историческом центре Рязани, а именно в Рязанском Кремле. Здесь открылась выставка «Тепло женской души», экспонаты которой приехали к нам из историко-архитектурного и художественного музея самобытного северного города Каргополя. Музей очень интересный, он включает в себя различные коллекции, довольно-таки интересные. Это прежде всего комплекс архитектурный, деревянные постройки, храмовые постройки, коллекцию живописи, иконописи, деревянные скульптуры. Но в Рязань музей привез одну из своих интереснейших коллекций – коллекцию женского народного костюма, который сформировался в конце 18 века и оставался неизменным вплоть до 30-х годов 20-го столетия. Главными его составляющими был сарафан на узких лямках и рубаха, похожая на мужскую, но отличающаяся длиной и широкими рукавами. Сарафаны обычно сшили из штофы, сица или кашемира. Их украшали кружевом, расшивали орнаментом и подпоясывали именным поясом. Также неотъемлемой частью любого женского костюма, в том числе и каркопольского, были головные уборы. Быть простоволосым было стыдно. И если кто-то хотел обидеть женщину, он сорвал с нее головной убор, и она становилась простоволосой, то есть он ее как бы оскорблял. Поэтому и девушки, и женщины носили различные головные уборы. Девушки молодые носили перевязки. Вот обязательно перевязка на головке. И сверху красивый, вышитый золотыми нитями, это золотное шитье, так называемое, платок. Красивый платок. А вот замужние женщины носили кокошники. Кстати, каркопольские кокошники отличались удлиненной височной частью и небольшим выступом спереди, похожим на рог. Поверх такого головного убора также надевался вышитый золотыми нитями платок. Кроме костюмов, на этой выставке можно познакомиться с традиционными для каркополя женскими ремеслами. Ткачеством, вышивкой, золотным и лоскутным шитьем, а также знаменитой кубовой набойкой. Своим названием она обязана процессу. По доске с рисунком, наложенной на ткань, ударяли деревянными молотками для лучшего проникновения красителя. Увидеть все это своими глазами вы можете на выставке «Тепло женской души», которая будет работать в здании дворца Олега до середины апреля. Рязань и Рязанская область являются родиной удивительных людей, о многих из которых мы, к сожалению, даже ничего и не слышали. Рязанские музеи стараются рассказать нам о них. В Историко-архитектурном музее-заповеднике, например, открылась небольшая выставка, посвященная нашему земляку Алексею Селиванову. Человек, оставивший глубочайший след в истории Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, в истории архива, в библиотечном деле, в археологии, сложно найти сферу, которой бы не интересовался Алексей Селиванов. В этом году исполняется 100 лет со дня его смерти. Именно к этой дате и приурочена выставка, открывшаяся в Рязанском Кремле. Он не был гениальным ученым, вот мы так говорим о Павлове, может быть, с некоторыми оговорками о Василе Алексеевиче Городцове. А Алексей Васильевич Селиванов был из тех людей, которые позволяли, или так, не позволяли провинцию рубежа 19-20 века назвать глухой. Именно по инициативе Алексея Селиванова в 1884 году была учреждена Рязанская ученая архивная комиссия, одна из первых в России. Селиванов возглавил комиссию, так что на нем лежали все организаторские дела, с которыми он блестяще справлялся. Вдобавок ко всему, Алексей Васильевич был довольно известным археологом, работал в Старой Рязани, исследовал Спаский собор, изучал славянские курганные могильники. И сегодня на этой выставке можно увидеть археологические находки, сделанные ученым. Кроме того, здесь представлены его рукописи, список его трудов и написанная им книгам «Фарфор и фаянс Российской империи». Переоценить ее сложно. Этим каталогом пользовались исследователи позапрошлого века, прошлого, нынешнего. И дело не в том, что нет человека, способного написать такую же книгу. Дело может быть в источниках. Он мог проследить историю заводов и фабрик по тем источникам, которые ему были доступны. Поговорить с их владельцами, с их потомками. Они вспоминали проклеимы, они вспоминали проработавших тогда художников. Также здесь можно увидеть вещи, которые в музей попали при посредничестве Алексея Селиванова. Это знаменитая праздничная рубаха-долгорукавка, вышитые татарские полотенца, ковер, который датируется предположительно 17 веком, а также фотографии, на которых рязанцы смогут увидеть ученого. Невероятно теплая для марта погода и весеннее солнышко ненавязчиво намекает нам, что приближается сезон отпусков. И самое время задуматься, куда вы собираетесь отправиться, а также какое турагентство поможет вам организовать незабываемый отпуск. Приближение сезона отпусков в нашем городе ознаменовалось открытием нового туристического агентства «Гринвич». В честь этого события руководство агентства устроило настоящий праздник для всех желающих. Забавные конкурсы, интересные викторины и, конечно же, море призов. Среди них подарочные сертификаты на маникюр и профессиональный макияж в студии красоты «Гламур», романтический ужин в одном из модных ресторанов Рязани и главный приз – поездка на двоих в Египет. Вот так, оказавшись в нужное время, в нужном месте, кто-то получил возможность совершить незабываемое путешествие, ну а кто-то – возможность преобразиться, что тоже немаловажно, учитывая то, что открытие проходило в канун 8 марта. Мне вот повезло очень неожиданно, очень приятно. Ну, куча эмоций, они, конечно, переполняют. Хочется пожелать агентству туристическому «Гринфилд» кучу процветания, удачи и всего самого хорошего, побольше клиентов. Совместный подарок туристического агентства «Гринвич» из студии красоты «Гламура» оказался весьма кстати, ведь у Оксаны намечался романтический ужин. Оксана, сейчас вы себя увидите в зеркале. Пойдемте скорее, проходите к зеркалу. Проходите, смотритесь. Спасибо, я просто не ожидала. Смотрите, смотрите, любуйтесь собой. Так, ну что нравится? Все нравится. Может, там на глазах. Все, все. Теперь, по словам Оксаны, если она и соберется отдыхать, то только с «Гринвич». Тем более, что она получила карту на скидку в этом туристическом агентстве. Ну а кроме скидок клиентов, «Гринвич» ждет высокий уровень обслуживания, профессиональные консультанты и, конечно же, незабываемые путешествия. Наше агентство отличается тем, что, во-первых, у нас высокое обслуживание. И я сама училась в Англии, и мои коллеги тоже высокого уровня специалисты. Поэтому я думаю, что все рязанцы, которые захотят обратиться в наше турагентство, останутся довольными нашими услугами. Мы обязательно поможем, подскажем, все покажем, объясним, так как много везде были, да, и с ориентиром обязательно. Кристина Еремина уже имеет опыт руководства туристическим агентством, причем весьма удачный. И лучшее доказательство тому – постоянные клиенты, которые теперь обращаются только к ней. Все началось с того, что однажды мы полетели подружками на «Дивишник», полетели на Кипр. И после этого было, скажем так, незабываемое впечатление. Очень рада, что знаю Кристину, и летаем мы уже раза три, наверное, четыре от нее. Сотрудничает турагентство с надежными туроператорами. Очень рады сервису, обслуживаю девочки. Молодцы, всегда подберут самое лучшее, самое подходящее именно для конкретного клиента. Помните, что сезон отпусков уже не за горами, и обращайтесь в туристическое агентство «Гринвич» на Площади Победы. И тогда незабываемое путешествие и море впечатлений будут вам гарантированы. Ну что ж, это все, что мы хотели вам показать и рассказать. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин